Всем привет! Сейчас я нахожусь в гостях у Любы. Люба-кондитер. Любаш, расскажи, почему ты решил стать кондитером? Что тебя привлекло в этой профессии? Всегда очень меня это увлекало. Это было моё хобби — печь пироги, торты, пирожные. И на любой праздник, перед тем, как приготовить какие-то блюда, я сначала готовила торт, а потом уже думала, что приготовить и поставить на стол. Всегда я очень восхищалась фотографиями тортов, десертов, как это сфотографировано, как это сделано. Мне всегда было интересно, как это всё изнутри. Повезло твоим домашним, на самом деле. Очень повезло. Что ты делаешь, что ты печёшь? Окей, это совершенно разнообразные десерты. Это могут быть и торты, мисквитные торты, медовики, торты с коржами, с кремом. С украшением? С украшением, конечно. То есть ты можешь по заказу клиента сделать, в принципе, любое украшение? Какие-то фотографии, какие-то картинки, всё что угодно? Конечно. Фрукты, овощи? Конечно, естественно. Я сначала разговариваю с клиентом, я понимаю, что он хочет, какие у него предпочтения, какие у него вкусы. И из этого я уже составляю десерт, торт, в соответствии с его предпочтениями вкусовыми. Так же можно выбрать, соответственно, вид коржа, всё это выбирать. Да, конечно. Любая начинка, фруктовая, шоколадная, очень большой выбор. Ого! А помимо тортов, что у тебя есть ещё? Зефир, капкейки, трайфлы, это маленькие тортики в стаканчиках. То есть можно этот же торт просто сделать мини-версию в стаканчике. Меренговые рулеты, кейк-попсы, маленькие пироженки на палочках, которые обожают все взрослые дети. И павлова, и пирожны. На любой вкус и выбор. А что из этого всего огромного арсенала ты любишь сама больше всего? Есть, печь. К чему вот у тебя лежит душа больше всего? Ты знаешь, вообще мой путь начался с зефиром. Потому что зефир – это какая-то особая магия. Это что-то необъяснимое. Из белка и ягодного пюре получается зефир. Это просто какие-то химические реакции, которые превращаются в такой необыкновенный десерт. Да, я обожаю зефир, кстати, с детства. Мы все его любим. Да. Но зефир в следующий раз. А что мы будем делать сегодня? Сегодня мы делаем мой меренговый рулет. Это супер популярный десерт. И легкий. Легкий он, абсолютно легкий. Здесь нет совершенно муки. Его любят все. Вот серьезно, я не знаю никого, кто бы потом мне не писал восхищенно. Боже, как это было вкусно. Это просто нереально. Это что у нас получается? Сам меренг. Это меренговый корж, который я испекла заранее. Украшения. Украшения. И ингредиенты для крема. Сливочно-творожный крем. Сливки, сахарная пудра. Прекрасно. Начнем? Давай. Ну вот какой шедевр у нас. Получился. Слушай, ну он, конечно, прекрасно выглядит. Его даже шалко есть. Да. Но знаешь, когда начинаешь его есть, невозможно оторваться. Невозможно, я верю. Скажи, а он ведь должен еще и застыть какое-то время? То есть он должен поставить в холодильнике? Да, его желательно поставить в холодильник на пару часов, и тогда он схватится, все вкусы объединятся, и он будет намного вкуснее. Ну-ка попробуем. Ммм, потрясающе вкусный. Вот эта кислинка ягодная дает такое непередаваемое ощущение, потому что он не сладкий получается. Меренга – это очень сладкая, крем кисленький, и ягода очень добавляет. Скажи, а вот такой вопрос. Все эти ягодные пюре ты покупаешь готовые? Нет, конечно, я делаю все сама. Единственное, что я здесь готовая покупаю, это только сахар и яйца. Все, все конфитюры, все-все-все я делаю сама. Супер. Большое тебе спасибо. Тебе спасибо.